Доброе утро! В горах ночью минус 3, минус 8. Днем столбик термометра поднимется до плюс 4. На дорогах ночью и утром местами гололедится. В Черкесске днем временами осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Днем порывы до 18. Температура воздуха ночью 0, минус 2. Днем будет от плюс 6 до плюс 8 градусов. Завтра в России будут отмечать День защитника Отечества. Уважаемых земляков с праздником поздравляет глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов. Жители республики свято берегут память о смелых и отважных земляках. С огромным почтением относятся к тем, кто прославился ратным служением Родине, кто стал примером для многих поколений потомков. День защитника Отечества – это еще один повод выразить слава благодарности нашим ветеранам, представителям легендарного поколения победителей в Великой Отечественной войне. Нынешние защитники Родины – прямые продолжатели героических традиций нашего народа. К поздравлениям присоединяются спикер парламента Александр Иванов и председатель правительства Республики Аслан Озов. В рамках Республиканского фестиваля народного творчества, посвященного 95-летию Карачаева Черкесской автономной области и 25-летию республики, в Уджигуте прошел отчетный концерт творческих коллективов. На мероприятии побывала Алина Гидиева. Уголок Большой России. Под таким лозунгом прошел отчетный концерт, приуроченный к двум важным для республики датам – 25-летию Карачаева Черкесии и 95-летию Карачаева Черкесской автономной области. Во всех районах нашей республики проходят отчетные концерты, которые являются традиционными, и на которых мастера, ремесленники района представляют нашему вниманию те работы в тех направлениях, по которым они работают. Это декоративно-прикладное искусство, изобразительное искусство и так далее. Музыкальные и хореографические номера, представленные артистами, отражали все великолепие, индивидуальность и сплоченность народов, проживающих на территории республики. Про тебя слагаю песни, сладкий сон, цветущий рай, Карачаева Черкесия, мой родной чудесный край. Также в рамках мероприятия организаторы представили выставку декоративно-прикладного и художественного искусства «Город мастеров». Работы отражали колорит народов Кавказа и красочность природы республики. А некоторые мастера создавали шедевры прямо на выставке. Работаем вот таким ручным инструментом, самый доступный, самый простой, вреда не принесет, электрическая рука, ну, можно поранить, конечно, но нет. Выпиливаем, составляем эскизы, выпиливаем вот такие всякие детальки с ними, потом их собираем, как бы детки приобщаются к другу, к старанию, аккуратности, ну и создают вот такие прекрасные вещи. Судейской коллегии предстоит очень сложная задача – отобрать из спектра номеров, представленных на отчетных концертах, проходящих по всей республике, самые лучшие, которые в конечном итоге объединятся в концертную программу одного мероприятия, планируемого в сентябре этого года. Алина Гидиева, Аслан Боташев, Альберт Боциев, Вести Карачаева-Черкесия, Усть-Дегута. Следующий выпуск Вести смотрите в 11.45. Хороших выходных, до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok